Для получения первых документов Герасимовы пришли всей семьёй. Чтобы прийти в ЗАГС, без помощи бабушки молодым родителям было не обойтись. Ставшие в один миг многодетными, Гузель и Александр вспоминают, что изначально УЗИ показывала двойню. У нас постепенно готовились. Сначала сказали, что беременны, потом сказали, что двойня, а уже через какое-то время сказали, что тройня. Поэтому мы уже постепенно готовились. И как восприняли это? Главное, чтобы через неделю у нас на четвертую сердечку не нашли. Так, думаю. Три-двуму хватит. А так переживали, чтобы они всё-таки... Ну, чтобы, да, больше переживали. Чтобы здоровые родились и... Не раньше времени. Переживания были напрасными. Малыши появились на свет здоровыми и настоящими богатырями. Два брата при рождении весили по 2 килограмма 460 грамм, а третий – 2 килограмма 600 грамм. Благодаря поддержке маме удалось справиться со всеми трудностями. Ведь тройняшки – это настоящее испытание для женщины. Это большая нагрузка для женщины. Это очень, как можно сказать, даже героический поступок. Потому что выносить ещё детей таким весом, как мы получили эту тройню, это действительно большая нагрузка как на доктора, так и на женщину. Мама и малыши вернулись домой из Уфы. Родители говорят, что мальчики спокойные, но у каждого свой характер. Если Гузель уже различает своих близнецов, то вот папа и бабушки признаются, что ещё пока путают детей. У нас в определённом порядке они лежат, как родились. Первый, второй, третий. Мы уже понимаем, что кто есть кто. У них даже в роддоме тут было такое, что... Да, меняли люльки, меняли местами, да. Как рассказала прабабушка, папа и малышей, по их линии двойни и тройни были не раз. Такая вот генетика. Поздравить многодетную семью с вручением первых в их жизни документов, кроме родственников, пришли коллеги, врачи, друзья и представители администрации. Здоровья, малыши, крепкого, крепкого здоровья, благополучия, хлопотных ног, вопросов будет много. Я думаю, что вы с честью пройдёте все эти испытания и вырастите своих малышей крепкими, здоровыми, счастливыми и, конечно же, ваших поколений. Я вижу здесь прекрасные бабушки, я думаю, что они с удовольствием помогут и своим опытом поделятся, и своим временем поделятся. Я думаю, что вас с удовольствием. Конечно же, вам добрый путь вместе с малышами, пройти, растить своих детишек и гордиться им. Гости желали многодетным родителям терпения, здоровья малышам и подарили семье подарки. Событие о выдаче свидетельства о рождении тройняшкам было занесено в почётную книгу торжественных регистраций ЗАГСа.